Восковая эпиляция И не вызывая неприятных ощущений Что у нас происходит при восковой эпиляции? Мы наносим воск по росту волос и удаляем против, смещая при этом фолликул Когда из фолликула приходит время расти новому волосу, ему приходится прокладывать себе дорогу в новом месте, там где до него волосок не рос И зачастую волос может встретить на своем пути препятствие, например протоку сальной железы, вызывая ее воспаление, которое мы называем вросшим волосом Соответственно, самым первым основным преимуществом шугаринга будет отсутствие врастания волос Также из-за того, что удаление волосков происходит очень физиологично, то есть по росту волос, после проведения процедуры практически никогда у вас не будет возникать раздражений и покраснений кожи Третьим преимуществом шугаринга является меньшая болезненность Причина здесь та же самая, то есть правильное удаление волос по росту Немаловажным преимуществом является безопасность шугаринга Так как паста не горячая, ее рабочей температурой является температура тела клиента Соответственно, мы не можем обжечь клиента или обжечься сами Пятым преимуществом является отсутствие аллергии Сахарная паста не вызывает аллергии, так как содержит в своем составе только сахар, разложившийся на свои составляющие – фруктозу и глюкозу Также паста содержит очищенную воду и лимонный сок, полностью нейтрализованный в процессе производства Это важный момент, и на нем хотелось бы заострить внимание Профессиональная сахарная паста должна иметь нейтральную кислотность Недопустимо наличие в пасте ненейтрализованной кислоты Сахарная паста, произведенная без применения лимонной кислоты, не обладает должной пластичностью И зачастую обламывает волосы И шестым преимуществом, пусть не таким значительным, но тоже достаточно приятным для косметологов Является экономичность процедуры Так как одним шариком сахарной пасты мы можем работать достаточно долго То есть себестоимость процедуры не превысит 30, максимум 50 рублей На выбор пасты влияет Температура рук мастера Температура тела клиента Температура воздуха в помещении, где вы будете работать Также в незначительной степени на выбор плотности пасты влияет жесткость волос клиента Пушковые волосы легче удалять мягкой пастой А жесткие волосы более плотными Прежде чем перейти к практической части, хотелось бы сказать несколько слов о качественном продукте То есть о сахарной пасте для шугаринга Все производители профессиональной продукции для шугаринга выпускают пасту различной консистенции Например, лидер на рынке профессиональной продукции, израильская компания «Канан» выпускает 4 вида пасты Ультрамягкую, мягкую, среднюю и плотную Аналогично обстоят дела из продукции для домашнего применения Российская сахарная паста «Глория» не уступает иностранным аналогам и выпускается также в 4 различных При помощи пасты для шугаринга вы можете обработать абсолютно любые части тела и избавиться от любых волос Даже очень жестких в зоне бикини или от пушковых волос, таких как на руках и на ногах Единственный тип растительности, с которым паста для шугаринга не может справиться, это волосы на лице у мужчин Перед проведением шугаринга подготовьте рабочее место Для процедуры вам потребуется сахарная паста Для удобства работы целесообразно приобретать наборы для шугаринга Все наборы «Канан» состоят из двух видов пасты Для мастеров, работающих в перчатках, в набор входит ультрамягкая, средняя паста А для мастеров, работающих голыми руками, мягкая и плотная Почему сформированы именно такие наборы? Дело в том, что более мягкая паста дает простоту нанесения Но если взять слишком мягкую пасту, то ее будет трудно оторвать Твердая паста дает простоту удаления Но если взять слишком твердую пасту, то она будет тяжело наноситься и плохо захватывать волоски Поэтому задача мастера – найти для себя оптимальное соотношение плотной и мягкой пасты Сделать это проще всего, имея под рукой две пасты Одну более мягкую, вторую более плотную И смешивая их между собой в необходимой пропорции Пасты превосходно смешиваются как перед началом работы, так и в процессе выполнения процедуры То есть, если в процессе работы вы поняли, что ваша паста слишком мягкая Это будет выражаться в том, что вам будет трудно оторвать ее от кожи Просто добавьте в нее немного плотной пасты и спокойно продолжайте работать Если же вы поняли, что взяли слишком плотную пасту А это, напомню, выражается в том, что не все волоски вырываются А также в том, что паста слишком тяжело наносится на кожу То просто добавьте к вашему кусочку небольшое количество мягкой пасты и продолжайте работать Также вам потребуется лосьон перед шугарингом Им вы будете обрабатывать кожу клиентам перед процедурой Тальк можно взять как ментоловый, так и классический Металлический шпатель, которым удобно доставать пасту из банки Также вам потребуются нетриловые перчатки самого маленького размера Чем меньше перчатки, тем удобнее в них работать Любые влажные салфетки для обработки кожи клиента и удаления с нее остатков сахарной пасты Обычные сухие салфетки для нанесения лосьона и талька А также лосьон после шугаринга им будем обрабатывать кожу клиента по окончании процедуры После того, как кожа будет полностью очищена от остатков сахарной пасты Перед началом работы пасту необходимо подогреть Вы можете это сделать в микроволновке на средней мощности Рассчитав время подогрева примерно по одной минуте на каждый килограмм пасты Также вы можете разогреть пасту в обычном нагревателе для воска, рассчитанном на 500 мл Также допускается разогреть пасту на водяной бане или разминая ее руками Перед началом работы необходимо подготовить кожу с помощью лосьона перед шугарингом Наши основные задачи на этом этапе – это очищение, обезжиривание и дезинфекция кожи Не пренебрегайте этим этапом, так как с необезжиренной кожи волоски удаляются очень плохо Лосьон перед шугарингом «Канан» очень экономичен И одного нажатия до завтра вам будет достаточно для обработки обеих ног Убедитесь, что весь лосьон полностью впитался И затем нанесите специальный тальк перед эпиляцией Нанесение талька улучшит сцепление сахарной пасты с кожей и волосками и ускорит вашу работу Определите направление роста волос Помните, что пасту для шугаринга следует наносить против роста волос Отрывать по росту Возьмите пасту из банки шпателем в рабочую руку При работе мы пасту второй рукой не трогаем Нерабочая рука должна всегда оставаться чистой И она служит для натяжения кожи Поэтому пасту берем только в правую руку и только на кончике пальцев Наносим пасту одной рукой, тщательно размазывая ее по коже И резким движением отрываем Этот же кусочек нанесите снова на кожу, распределите и отрывайте одним резким движением Шугаринг очень экономичен При правильном выборе плотности пасты вы можете обработать одним кусочком две ноги полностью Важно! Залогом успешной работы является сильное натяжение кожи левой рукой в сторону противоположную росту волос И резкое движение правой рукой параллельно коже Ошибка начинающих мастеров часто заключается в том, что они пытаются оторвать пасту не параллельно коже, а вверх Это не только неэффективно, но и крайне неприятно для клиента Поэтому отрывать пасту стоит всегда строго параллельно коже Еще одной ошибкой новичков является попытка удалить кусочек пасты не с края А с середины Делать этого ни в коем случае не следует Продолжаем работать по ногам тем же кусочком пасты Помни о том, что наносить пасту всегда следует против роста волос, а отрывать по росту Важно! Чем лучше паста приклеится к коже и волоскам, тем больше вероятность того, что все волоски идеально удалятся с первого раза И необходимости в повторном нанесении пасты не возникнет Если в процессе работы вы столкнулись с залипанием пасты, прежде всего не волнуйтесь Залип может образоваться даже у опытного мастера, но он, в отличие от неопытного, всегда знает, что с ним делать Причиной залипания может быть Неоптимальный выбор плотности пасты для данных температурных условий или депилируемой зоны Слишком мягкая паста Недостаточно сильное натяжение кожи в направлении против направления удаления Недостаточно резкое движение при удалении пасты Неверное направление движения при удалении пасты Следовательно, для устранения залипа нам нужно устранить его причины То есть в первую очередь попробуйте убрать залип, натянув кожу еще сильнее, чем обычно Сделав еще более резкое движение в направлении строго параллельно в коже, не вверх Если с первого раза это не дало результата, то возьмите небольшое количество более плотной пасты Приклейте его поверх залипа и уберите пасту, сильно натянув кожу резким движением параллельно коже Если и это не помогает, вы можете убрать залип с помощью бандажа Для этого тщательно приклейте бандаж поверх залипа, сильно натяните кожу и резким движением сорвите бандаж вместе с пастой в направлении роста волос параллельно коже Ну а если залипы у вас возникают регулярно, выберите для работы более плотную пасту Если и этот метод не принес результата, что говорит о том, что вам необходимо немного поработать над техникой и уделить внимание сильному натяжению кожи и резкому удалению пасты то вам остается крайняя мера – смыть залипшую пасту с помощью теплой воды У неопытных мастеров иногда возникает такая ситуация При недостаточно тщательном нанесении пасты вырываются не все волоски Справиться с этой ситуацией достаточно просто Размазывайте пасту более тщательно После процедуры шугаринга необходимо удалить с кожи клиента остатки сахарной пасты Это очень легко сделать с помощью обычной влажной салфетки После того, как все остатки пасты удалены, вам нужно обработать кожу клиента лосьоном после шугаринга Лосьон имеет довольно-таки густую кремовую текстуру, поэтому он размазывается не очень быстро но зато очень хорошо увлажняет кожу и снимает все раздражения и покраснения, если они вдруг возникли Подготовка к проведению процедуры шугаринга подмышечных впадин будет такая же, как при работе на ногах Сначала обрабатываем кожу лосьоном перед шугарингом После его полного впитывания обрабатываем кожу тальком Волоски в подмышечных впадинах более жесткие, но это не вызывает никаких дополнительных сложностей Потому что сахарная паста легко справляется как с мягкими, так и жесткими волосками Единственная трудность, с которой вы можете столкнуться при удалении волос в подмышечных впадинах Это то, что в этой зоне расположено достаточно много потовых желез Поэтому, если в процессе работы ваш клиент начинает потеть, а это несколько затрудняет работу Потому что к влажной коже сахарная паста не приклеивается То вам нужно дополнительно обработать кожу тальком Используйте тальк всегда, когда почувствуете, что кожа клиента стала влажной Также в процессе работы обращайте внимание на то, что наносить пасту на кожу нужно плавно и медленно А срывать резким движением Важно! Наносим пасту медленно и плавно Срываем резко По окончании работы удалите остатки сахарной пасты влажной салфеткой И нанесите на кожу лосьон после шугаринга Нанесение лосьона после шугаринга выполняет очень важную функцию Дело в том, что после любой эпиляции в течение двух часов у нас остаются открытыми устья фолликулов Из окружающей среды в них могут попасть бактерии, провоцирующие воспаление фолликулов Лосьон после шугаринга, содержащий в своем составе масло чайного дерева, защищает кожу от попадания бактерий Определите направление роста волос Направление роста волос в зоне бикини у всех индивидуальное Но, как правило, в середине волосы растут сверху вниз, а по бокам по диагонали И очень важно это направление роста не нарушать Точно так же обработайте кожу клиента лосьоном перед эпиляцией Дайте ему немножко впитаться и затем с помощью талька уберите излишнюю влажность и жирность Много талька не нужно, просто чтобы убрать излишки влаги Тальк может потребоваться подсыпать в процессе процедуры, если вдруг клиент начнет немножко потеть Это бывает, это достаточно нормальная физиологическая реакция Наносите пасту против роста волос Обращайте внимание на то, что зона бикини довольно чувствительная И волосы здесь растут довольно-таки густо Поэтому, чтобы не добавлять клиенту неприятных ощущений Не наносите сахарную пасту сразу на большую площадь Ограничьтесь небольшим кусочком пасты Важно! При работе на деликатных участках кожи используйте маленький кусочек пасты Начинайте наносить пасту на безволосый участок кожи Затем захватите участок, покрытый волосами И в конце выведите стежок на безволосый участок При таком способе нанесения риск залипания минимален И количество удаленных волосков близок к 100% Как ни странно, волосы на бикини, как правило, жесткие, но они удаляются достаточно хорошо Мастера, привыкшие работать с воском, знают, что следует избегать многократного нанесения воска на один и тот же участок кожи Это связано с тем, что при удалении воска с кожи мы по сути вместе с волосом срываем верхний слой клеток Если это случается при первом нанесении воска, то ничего страшного не происходит Мы просто удаляем верхний слой клеток, по сути делая клиенту пилинг Но вот если волосы не оторвались с первого раза, а такое часто бывает как при восковой эпиляции, так и при шугаринге То нам приходится наносить и отрывать воск повторно И в этом случае мы снова срываем верхний слой клеток кожи Только на этот раз мы удаляем уже не мертвые, а живые клетки Тем самым провоцируя появление покраснений и раздражений на коже А уж в третий раз хороший мастер на своего клиента воск ни за что не нанесет При работе с шугарингом все совсем не так Даже сталкиваясь с короткими волосками, когда приходится наносить пасту для шугаринга на кожу несколько раз А кстати минимальная длина волос для шугаринга составляет всего полтора миллиметра Сахарная паста удаляет только мертвые клетки Живые клетки никогда, ни при каких обстоятельствах срываться не будут А значит риск возникновения покраснений и раздражений при шугаринге сводится к минимуму От большого количества ороговевших мертвых клеток сахарная паста в процессе работы побелеет Но это никак не отразится на ее рабочих характеристиках и не является причиной для замены пасты При работе в зоне бикини очень важно тщательно натягивать кожу Это правило абсолютно справедливо для всех участков кожи, но для зоны бикини оно особенно актуально При нанесении пасты фиксируем кожу перед стежком Затем перед удалением пасты перемещаем руку за стежок и натягиваем кожу в сторону в противоположную направлению роста волос Натягиваем как можно сильнее, здесь невозможно натянуть слишком сильно Рабочей рукой в этот момент резко срываем пасту И завершаем процедуру эпиляции глубокого бикини, положив клиента в позу бегущего оленя То есть нижняя нога у клиента вытянута, а верхняя нога согнута в колени и притянута к груди В этой позе натяжение кожи будет максимально, что позволит вам удалить волоски даже в самых труднодоступных местах По окончании процедуры очистите кожу влажной салфеткой от остатков сахарной пасты И обработайте зону бикини лосьоном после шугаринга Он поможет избежать раздражений или покраснений, если вдруг они возникли и успокоит кожу после процедуры Для работы на лице сахарную пасту обязательно разогрейте до температуры тела Не пытайтесь работать на лице неподогретой пастой, так как эта область очень деликатная И нанесение неподогретой или перегретой пасты может вызвать у клиента дискомфорт Важно! На лице работайте только пастой, подогретой до температуры 36 градусов В остальном работа на лице ничем не отличается от работы в других зонах То, что вы сейчас видели, когда мастер наносит и отрывает пасту руками, называется мануальной техникой Некоторые мастера используют также бандажную Когда паста наносится шпателем, а удаляется с помощью бандажа Специальные полоски из нетканного материала Можно также использовать бандажи для восковой эпиляции Обратите внимание, что при бандажной технике расход материала будет больше Но зато времени на процедуру тратится меньше При работе бандажной техникой важно наносить пасту очень тонким слоем И прижимать бандаж как можно плотнее Именно так захватится максимальное количество волосков Важно! Несмотря на то, что бандажная техника шугаринга очень похожа на технику работы с воском Основное правило шугаринга сохраняется Сахарная паста наносится против роста волос, а отрывается по росту Еще одной распространенной техникой шугаринга является шпательная техника В этом случае паста наносится и отрывается с помощью шпателя Шпатель удобнее использовать металлический, так как он не ломается и служит долго По окончании работы просто помойте шпатель теплой водой и положите его в стерилизатор Шпательная методика удобна для применения на больших поверхностях, например на ногах А также как и бандажная существенно уменьшает время процедуры Важно! При работе шпательной техникой не забывайте сильно натягивать кожу при удалении пасты Секрет номер один Подогрейте пасту до температуры тела В этом случае вы избавите клиента от неприятных ощущений при нанесении пасты И предотвратите усталость пальцев Секрет номер два Тщательно размажьте пасту по коже Чем лучше прилипнет паста, тем меньше нежелательных волосков останется на коже При правильном нанесении кожа остается идеально чистой И необходимости в повторном нанесении пасты на тот же участок не возникает Секрет номер три При нанесении пасты ставьте руку не параллельно коже, а под углом 90 градусов Как при игре на пианино, как будто у вас под ладонью яблоко Это позволит вам сорвать пасту с кожи, не меняя положение пальцев и исключить залипание Секрет номер четыре Не делайте паузу между нанесением пасты на кожу и ее удалением Как только закончили наносить, срывайте без промедления Так вы увеличите скорость работы и избежите залипания Секрет номер пять Перед удалением пасты натяните кожу свободной рукой Если вы правша, то левой В сторону в противоположную направлению удаления, против роста волос Сильное натяжение уменьшит неприятные ощущения клиента И исключит залипание и образование синяков Никогда не срывайте пасту с кожи, не натянув ее При удалении волос в районе локтей и коленей срывайте пасту только с согнутых рук и ног Секрет номер шесть Срывайте пасту с кожи резким движением в направлении параллельно коже, а не вверх Чем резче будет ваше движение, тем эффективнее удаляться волоски И тем меньше неприятных ощущений будет у клиента Секрет номер семь Станьте относительно клиента таким образом, чтобы срывать пасту с кожи в направлении от себя Так ваш рывок будет максимально сильным и резким Секрет номер восемь Не разминайте пасту в руках, не формируйте из нее комочек Как только сорвали пасту с одного участка кожи, сразу наносите ее на соседний участок Так вы увеличите скорость работы и избежите залипания Секрет номер девять Начинайте наносить пасту на безволосый участок кожи Затем захватите участок, покрытый волосами И в конце выведите стежок на безволосый участок При таком способе нанесения риск залипания минимален А процент удаленных волосков близок к 100% Секрет номер десять Большие стежки уместны при работе на прямых участках кожи с невысокой чувствительностью Руки и ноги В этом случае, чем больше стежок, тем быстрее проходит процедура Если же вы работаете на чувствительных участках, глубокой бикини Или на участках со сложным профилем, локти, колени, подмышечные впадины Предпочтительно небольшие стежки, которые вы сможете убрать одним четким и уверенным движением Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok